В Самаре реконструируют автодорогу поселок Волжский аэропорт Курумыч. Объект чемпионата мира по футболу готов на 65%. Уже выполнены все подготовительные работы. Завершается переустройство сетей. Построена разворотная петля у парковочной зоны терминала аэропорта. На некоторых участках периодически запускают движение автомобилей. Магистраль протяженностью 5 км будет представлять собой четырехполосную дорогу с разделительной полосой. Общая ширина будет варьироваться от 12 до 16 метров. Общая толщина дорожного покрытия составляет почти 1 метр. Это несколько слоев из песка, щебня и асфальта бетона. Также над железной дорогой пройдет путепровод. Это позволит избежать пересечения автомобильной и железной дорог на одном уровне. Металлическая конструкция с бетонными опорами рассчитана под нагрузку всех типов транспорта. Опорные конструкции уже смонтированы. Монтаж плит будет завершен в июне. А в июле подрядчик приступит к укладке дорожного полотна. Дороги обещают присвоить первую категорию. Движение будет открыто уже в конце этого года. Строительство развязки на московском шоссе и улице Луначарского продолжится, как только установится подходящая погода. Временно закрыть движение на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской собирались еще в середине июня. Но сейчас решение откладывается на неопределенный срок из-за погоды. На улице Киевская будет сужена проезжая часть от московского шоссе до улицы Тухачевского. Участок улицы Луначарского от московского шоссе до Мичурина пока остается закрытым для движения. Объехать его можно по улицам Революционно, Мичурино и проспекту Масленникова. Сейчас схема перекрытия находится на согласовании в департаменте транспорта, который также должен будет продумать маршруты движения общественного транспорта. После этого по новым техническим требованиям будут переделаны светофоры на улицах Тухачевского, Гагарина, Мяге и Партизанской. Фрунзенский мост готов более чем на треть. Завершаются работы на русловых опорах. Смонтировано больше двух тысяч тонн металлоконструкций. Работы ведутся в две смены. Задействовано больше 120 человек и 35 спецмашин. Строительство идет по графику до начала зимы. Все монтажные работы должны быть выполнены. Фрунзенский мост состоит из нескольких пролетов, один из которых через озеро Банное уже готов. Также продолжается строительство перехода через реку Самара. Конструкцию весом в тысячи тонн перемещают над водой специальным методом. Также проект включает в себя развязки на улицах Фрунза и шоссейная, путепровод и подпорные стены. Общая протяженность новой трассы более двух с половиной километров. Движение будет организовано по шести полосам. На прилегающих улицах оборудуют автобусные остановки. К концу года должно быть завершено обустройство подземного пешеходного перехода через улицу Новосадовая напротив Самарской областной библиотеки. Это часть проекта по строительству метро. В 2017 году на проектирование и сами работы областное министерство строительства направит 88 миллионов рублей, в следующем еще 99 миллионов. В этом году проведут монтаж лестничных сходов и самого перехода через Новосадовую. Затем начнется строительство вестибюля станции Алабинская. На сегодня строители уже выполнили работы по сооружению левого и правого перегонных тоннелей, переделали инженерные коммуникации и конструкции камер съездов. В ближайшее время предстоит завершить проходку правого перегонного тоннеля по Новосадовой между улицами Осипенко и Первомайской. Затем сделать укладку верхнего строения пути, провести монтаж оборудования, электромонтажные работы. Станция метро Алабинская должна быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 года. Новый речной вокзал построят меньше, чем за год. Проект, рассчитанный на 11 месяцев, сейчас находится на экспертизе. На строительство вокзала планируется потратить около 400 миллионов рублей. Новое двухэтажное здание спроектировано в стиле хай-тек. Его будут возводить на набережной реки Волги в районе 6-го причала, недалеко от места действующего вокзала. Помещение площадью от 1,5 до 2 тысяч квадратных метров включает в себя зал ожидания, кафе, зоны продажи путевок и билетов. Летом здесь также будет работать смотровая площадка. Зимой из здания речного вокзала откроется выставочная площадка на 700 квадратных метров, а также 4 конференц-зала разной местимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова